В селе Тимашево в Кенальчеркасском районе замерзают жители нескольких домов. В квартирах лопнули батареи, которые заменили до этого по программе капремонта и всего три года назад. Подрядная организация исчезла сразу после того, как освоила бюджетные деньги. В результате у разбитого корыта пенсионеры и многодетные семьи, которым придется покупать батареи за свой счет. Алена Алешина разбиралась. Ну вот и развалились, вот они, вот обхолки лежат, вот они. Вместе с отвалившимися пробками новомодного радиатора рухнули и надежды на отопление. В квартире Владимира Широбокова холодно. Не спасают ни газовая плита от постоянной работы, которую пенсионер оболит голова, ни обещания коммунальщиков. Мы обращались в эту организацию, которая должна заниматься. Обещают, обещают. Сегодня, завтра, послезавтра. Три года назад жильцы двух домов по улице Революционной попали в федеральную программу капремонта. Из областного бюджета было выделено 3 миллиона рублей. Вложились и сами жильцы от трех до шести тысяч с квартиры. На эти деньги было решено заменить инженерные коммуникации, в том числе стояки отопления и радиаторы. Этим, впрочем, и ограничились. Эти ребята с лицаря сказали, ставим китайские. Не бойтесь, это женщины, бабульки, кто как называл. Не бойтесь, будет тепло у вас. Три года гарантии, все нормально будет. Не успел пройти гарантийный срок, как новые батареи дали течь. А подрядчиков, как ветром сдуло. Группа компания «Берег», в частности, подрядчиком был «Волгостройпроект», которая должна была в течение пяти лет после ремонта обслуживать, устранять неисправности. Но она благополучно обанкротилась сразу после ремонта. Я пытался найти, один раз мне это удалось, я просто уже не помню имен, через юриста этой фирмы, с директором, он сказал, что фирма банкрот, вставайте в очередь, если хотите какие-то получить деньги. Недоделки коммунальщиков приходится исправлять с новой обслуживающей компанией. Впрочем, винить коллег в некачественных батареях в ней не склонны, говорят, проблема глубже. Вода, которая поступает в квартиры из местной котельной, без химической очистки. Батарею промывали, вылили сюда, здесь вода была. Вот вода испарилась. Вот что получается. Вот это мусор. Почему не заметили раньше и как вообще готовили дома к зиме? Вопрос у районных властей. К моменту подготовки дома, когда предоставлялся паспорт готовности дома, главы сельского поселения, организации, которые обслуживают этот объект, это должны были уже предусмотреть на тот момент в ходе опрессовки. Почему это не было сделано? Почему, как бы, опять же, не были уведомлены? Понятно, что комиссионно сегодня подвергнуть там двумя-тремя специалистами районами, это невозможно. Вот. В любом случае, сейчас подключились к этой работе, есть обращение граждан, его необходимо рассмотреть. А пока жители двух многоэтажек мерзнут в своих квартирах, магистральные трубы греют улицу. Котельная, которая еще вчера простаивала, работает в полную силу. Алена Алешина, Вячеслав Потоцкий. Новости губернии. Кенель. Черкасский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова